МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА З нагоды свята по всей нашей краине проходить акция «Мы, грамадяне Беларуси». У ее рамках у Гомельским областным громадско-культурным центры отбывся урочистый прием и уручение первых национальных пашпартов левшим представникам Адораной молоди региона. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само наведала святочное мероприемство. Урочистая частка, что готовы уси беларусской акции «Мы, грамадяне Беларуси» разгорнулась и в конференц-зале у Гомельского областного громадско-культурного центра. Традиционное святкование объеднало представников органов выконавчей и законодавчей улады и дальновитую молодь. Ключовый момент – уручение национальных пашпартов. Счастливыми уладальниками своих первых документов у докладняющих особов стали 30 подлетков, которые достигнули 14-ти годов. Усиены представники Адораной молоди, активисты громадских объединений. Довольно-таки приятно, я чувствую себя более уверенно, целеустремленно. Я бы не подумала, что так получится, что мне будут вручать паспорт здесь. Спасибо, жизнь, за то, что я живу. Спасибо, жизнь, за тысячи минут счастливых, за облака, что по небу плывут, за счастье, что ты мне приносила. У меня много достижений, чем я очень горжусь. Я считаю, что это только начало моей успешной и интересной жизни. Отримать самый галлон документ у жити кожного человека у свято День Конституции для школьников безумно высокий гонор. До речи, кроме паспорта, подлетки отримали у подарунок Конституции Республики Беларусь и малявниче иллюстрованное выдание «Я громадянин Республики Беларусь». Признание человека, его правов, свобод и обовязков – главные складники росквиту и могутности нашей краины. Однако, керую прогрессом человек, и вовсе часы эта отказная миссия ускладается на молодь. Миновито тому, подчас урожистого мероприемства так само отбылось ознайомство запрошенных на его гостей с новоцинными проектами, распрацеванными у рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Талиновитые представники Беларуського Республиканского союза молодей не спиняются над осягнутым, и не распрацовывают и реализуют усе новые проекты. «Самое ближайшее наше мероприятие традиционное – это областной этап отборочного конкурса, международного конкурса грации артистического мастерства «Королева весна-2016». Затем мы приступим к реализации нашего проекта, который стартовал в прошлом году, «Цветы Великой Победы», ну и так далее. «100 идей для Беларуси» в этом году немножечко в другом русле, так скажем, звучит. Ну и все наши традиционные будут продолжены». Вероника Ворошилина, Валерия Панико, телерадо «Кампания Гомель». Вядомой многим гомельчанам, ветерану Великой Чынной войны, а элите Самсонова исполнилась и 90-х годов. Святочное мероприемство с гэтой нагоды пройшло у Гомельской областной организации Беларусского грамадского объединения ветеранов. А элита Самсонова народилась и 15-го саковека 1926 года у Орле. Коли началась война, ёй было у сяго 15. Юная девчина приняла решение стать санинструктором-доброохвотником. Потым был шпиталь под Воронежем, затем 204-й запасный полк, откуль яе демобилизывали по причине узросту. Коли девчина подросла, яе призвали у армию. До Берлина она дошла в составе супрацовника у Новоберецкого военного шпиталя. У Гомеля живе уже 55 годов, и за гэтый час привыкла лечить яго родным городом. Заразу яе двое дятей и трое внуков. У свае 90-та жанчы на вядзе активный лад життя, подельничая у патриотичных акциях, постоянно сустрыкается с молодым покалением. С круглой даты ветерана повиншывали представники улады, громадских объединаний, у городского совета депутатов, ветераны и школьники. Эмоции меня переполняют, потому что и возраст, и такое отношение замечательное. У нас в Совете ветеранов поздравляют, конечно, каждого с юбилейными датами, но вот такое чувство я испытываю впервые, потому что когда была помоложе, это как-то проще проходило. А сейчас я испытываю неимоверное чувство и благодарности, и счастья, и радости. Зараз у Гомельской области проживая коля 500 человек, які мают потребу у нырочно-замещальной терапии. Причина – нефросклероз, простей кажучи, зморщенная нырка. Гэта можа быть следством природженной патологии, наступством артериальной гипертензии, цукрового диабету, інших набытых захворванів. Усяго в области працуют 9 делений у нырочно-замещальной терапии. Как працует отделение гемодиялеза у Рычицкой центральной районной больницы, доведалась Светлана Князева. Третьего красавика отделение гемодиялеза у Рычицы означает первую годовину своего иснования. На момент открытия отделения тут обслуговывалось 16 пациентов. Сегодня на зеранне ведется за 25 пациентами с нырочно-замещальной недостатковостью. Дадзин объект, безумовно, был вельми потребный району. Сегодня он допомагает решать серьезную проблему, полягчаючи житет хворым. Гемодиялез – метод очищения криви увынику якого выделяются токсичные продукты обмену и нормализуется электролитный и водный баланс. Больные с терминальной почечной недостаточностью они у нас наблюдаются и их жизнь поддерживается аппаратом «Искусственная почка». Они посещают наше отделение три раза в неделю по четыре часа. Доставка пациентов на процедуры ожитивляется социальным такси, оно забирая из дома и допомагая вернуться после процедуры. А не так давно пациентам пропоновали пеританиальный диялез. Хворые сами его проводят у домашних умовах. У отделения диялезу приезжают стольки на контрольные огляды один раз в месяц. До открытия отделения людям приходилось ездить у Гомель. Это было вельменно зручно. На поездку тратилося шмат часу. Зараз это займае некольки годин. По кольке отделение межрайонное, махшимость корыстации его послугами, з'явилася и уже хороу суседних райцентров. Хворые с Хойника, у Брагина и Лоева теперь ездить только сюда. Это сручней и ближай. Совсем другое отношение здесь. Вообще. Врачи внимательны очень. Чуть шо тут, как тут. Сразу. Анализы все выровнялись. У нас, мы приехали, ни у одного из нас не было хорошего гемоглубина. А теперь восстановили все. Отделение працуе у две змены шесть дюн на тыдень. На зеране за хворами ведут два урачи. С 25 пациентов 20 находятся на гемодиалезе и 5 на пеританиальным диалезе. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель Зреческого района. У минулым годзе на Гомельщине по розных причинах загинули больше, як 30 дятей. По сутности, школа недалечилась и одного поуновартосного класса. Кто повинен да помогчи подлеткам справиться с проблемами и чому у семьях часом не вельми мкнуться исти на контакт со школой. Алексин Цироу доведався у специалистов. 27-я Гомельская школа была побудована в 1936 году и тогда называлась Первая Сталинская. Имя керевника державы таким установом давали не выпадково и они повинны были демонстрировать переваги советской системы эдукации. С того часу многое изменилось, алекса профилактикой правопорушений и потреблялась высокий уровень дисциплины тут мкнуться и зараз. Методы самые розные начинаются от долучения до корыстных справ в учнях молодших классов. По школе с этой нагоды навык распроцвали специальный экологичный проект в рамках якого школьники занимаются способным сбором другостных отходов тоже макулатуры и пластиковых бутылек например и до работы психологичного театра куда и кожный может прийти со своими проблемами. Найти вход в сложную ситуацию для того, чтобы иногда просто выговориться и благодаря этому успокоиться. Есть разные мероприятия и перезанятия элементами тренинга там урок в школе волшебников цели и ценности. Тяжко сказать насколько такая практика распространена у инчих научальных установок али в 27-й школе великой популярностью вкрыстается специальная стенгазета где кожный может написать свое жадание спочатку кажуть не соромился али потом все изменилось по словам психологов такая форма работы дозволяет человеку докладно вызначить мету и принять меры по ее достигнению. Жадание самое розное от банального хочу, чтобы мой компьютер не ломался хочу помириться с любимым человеком хочу есть и не повнять и бы дай самое головное хочу износить человека який будем меня разуметь. Разумцы проблемы школьников только школы сегодня не обмяжовываются без допомоги семьи нияк не обойстись шмат кто с батьков на такое супрационнство погоджается лепа кульха поэй таких кто до лезу своих детей ставится бы якого что до речи часто приводить до вельми неприемных наступств нарушение толкают скорее всего какие-то психологические отношения которые складываются в семье но и говоря о другом факторе это тех несчастных случаях суициды которые происходят среди несовершеннолетних тоже зачастую является причиной это непонимание между детьми и родителями. Олег Сентюров Явген Макейенко телеродокомпания Гомель до речи пытанье намеснику старшини комиссии по справах неполнолетних Гомельскаха Аблывы Конкама Явгену Миткевичу можно будет задать сёння подчас программы Деялог Говорка у студы пойдет про работу с недубранадзейными батьками меры профилактики подлетковой злочинности и несчастных выпадков с детьми Глядите программу Деялогу промым эфиры одночасова на телеканалах Беларусь 3 и Беларусь 4 сёння 18.1.50 Нумер телефона у студы 77.68.45 Протягиваем выпуск Ночная портретная репортажная документальная пейзажная Наруне с традиционными жанрами фотографий сёння развиваются мобилография аэрофотосдымки и навод астрофотография Перелечиться жанры сучасного фотографичного мастаства довольно складана Среди всех самым загадковым лечится микрофотография Подробязни про это в наступном материале У початку весны у сё частей хочется взять у руки фотоаппарат и выйти на улицу как заховывать усе предметы обучения природы Зрабившись дымок предпомозить звычайные фотокамеры на дисплее мы убачим те объекты які бачим по уседённым жити Кап сфотографовать тое что не видать неозбройным вокам гамельчанин Алексей Марченко навод змайстровал микроскоп Захопляться аптечной техникой Алексей почауяшше в детинстве Першим рабочим инструментом стал микроскоп зробленный со звычайных линзов Наступный этап детячий микроскоп подарунок до свята Поздней техника лабораторная больше сурвёзная али и яе худка стала недостаткова Я хотел собрать на базе микроскопа именно фотографический инструмент для того, чтобы не просто наблюдать а и запечатлевать Мне нужно было получить фотографии профессионального качества поэтому то, что выпускает промышленность на сегодняшний день либо не даёт то качество а если даёт то настолько дорого что недоступно обычным пользователям Фотоаппарат насадки объективы нижняя и верхняя подсветления техничной махчымости гэтага эксклюзивного агрегата дозволяются не просто фотографовать а робить неполторную микроздымку проникать у микросвет на вот самого маленького объекта Меня очень впечатлил микропроцессор под микроскопом представляет из себя можно сказать целый город и чем больше увеличиваешь его тем больше новых подробностей открывается и просто интересно по нему прогуливаться можно сказать с помощью микроскопа дома, домики перекрёстки даже можно людей рассмотреть если проявить фантазию позднее объектами микрофотографии становилось и усё что тропляло у поля зроку от таблетки аспирину до грошовой купюры и навод пящинки это кристалл аскорбиновой кислоты растворённой воде высушенной на стёклышке в поляризованном свете вот так вот они красиво выглядят а это этот значок знают в принципе все фигурка американского доллара просто увеличенная настолько что становится неузнаваемой практически песок обычный песок из пустыни Сахара особливо плёной для Алексея выдалась эта зима справдилась давняя мара фотографа убачить у микроскоп с шагу складаются снежинки нужно ещё здорово помёрзнуть заморозить аппаратуру я ловил на стёклышке эти снежинки которые падали клал под микроскоп и фотографировал хоть всё было холодно я делал всё очень быстро всё равно они тают поэтому процесс достаточно такой достаточно сложный и кропотливый то и что зима скончилась Алексея не засмучая молодый человек упевненный подставу для творчості хапаю у любую пару года главное тут жадание и любов до своей справы Катерина Жданович Сергей Лукашук телерадиокампанія Гомель новинный регионный информацию об проектах телерадиокампанії Гомель вы можете знайти на нашем сайте у интернет по адресі www.tvrgomel.by на этом выпуск завершен усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры День Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин